Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите Первый городской в эфире программа «Твое утро». И говорим мы сегодня о Татьянах накануне праздника. И сегодня у нас в гостях Острецова Татьяна Петровна, директор филиала общественного объединения Ассоциации семейных врачей Казахстана-Октюбинской области, руководитель общества защиты животных «Комкор». Татьяна Петровна, доброе утро! Доброе утро! А также наш давний друг нашего утреннего эфира. Как ваше настроение? Прекрасное. Тем более, что я обычно прихожу сюда, так сказать, по работе, А сегодня вот оно не праздник, а иной повод. Это немножко даже смущает немножко. Несколько слов о работе тоже можно сказать будет. Без этого мы не обойдемся. Да, естественно. Давайте начнем с того, кто назвал, кто вам дал имя. Татьяна? Ну, я не знаю. Наверное, мам с папой как-то вопрос этот не обсуждался. Я вот не помню, чтобы какие-то были дебаты по этому поводу. Наверное, так они решили. Уж почему, не знаю. Родилась я явно не зимой. А вот как вы думаете, ваше имя как-то повлияло на вашу судьбу? Ну, наверное, повлияло. Потому что под Татьяну она такая, в общем-то, по идее, всегда что-то должна организовывать. Ну, видимо, повлияло, потому что всю жизнь я что-то, да, что-то пытаюсь делать, что-то организовывать. Организаторские способности развиты у вас хорошо. Татьяна Петровна, а вот в юношестве бывает такой период, когда думаешь, назвали бы меня Эх, вот Ириной, Верой, Надеждой или Любовью. Были такие мысли? И какое бы имя предпочли, если бы не Татьяна? Вы знаете, я не думаю, что, ну, почему-то, когда мы играли, я помню, что почему-то я себя называла Верой почему-то. Хотя мне не нравится это имя. Ну, в общем-то, как-то не было сомнений, что мое имя правильно мне дали. Я думаю, что хорошее имя. Мне оно нравится, по крайней мере. Я никогда не хотела иметь какое-то экзотическое имя. Ну, нормальное, хорошее такое, спокойное имя. А много знакомых среди ваших знакомых, кто носит имя Татьяна? Ну, да, достаточно много. Даже есть подруги, но это в основном подруги детства, школьных лет. Здесь есть тоже Татьяна. А есть ли какая-то общая характеристика? Да, вот вы улавливаете черты характера, может быть, что у вас одинаковые? Ну, наверное, все такие же вредные периодически. А так, в общем-то. Татьяна Петровна, вас вредно никак не назовешь. А на весь не право. Это вы не знаете. Я бываю вредной. Это, наверное, по работе. Называется она принципиальность, а не вредность. Может быть, может быть, это называется. Раньше называлась принципиальность. Ну, в истории очень много личностей с именем Татьяна. Вы как-то ассоциируете себя с историческими личностями? Или примером кто-то является для вас? Не знаю. Нет, наверное, даже. Как-то никогда не связывало что-то положительное, что мне нравится в людях именно с именем. А больше все-таки с тем, что они делают. Да, потому что это... Я считаю, что это все-таки важнее. Ну, вы делаете очень много для нашего города, для нашего региона. Расскажите о вашей работе. Все-таки поговорим мы о ней сегодня. Еще раз познакомим наши телезрители, кто не в курсе. Куда денешься? Ну, я уже сказала, что чаще бываю здесь у вас в качестве, так сказать, эксперта, рассказываю о каких-то веяниях, о том, чем мы занимаемся. В частности, филиал Ассоциации семейных врачей. Это прежде всего, конечно, борьба за рациональное использование лекарственных препаратов. Последние четыре года – это организация палеотивной помощи, развитие палеотивной помощи, то есть помощи тяжелобольным людям. Ну, и повышение квалификации медицинских работников, повышение знаний населения в этом плане. И сейчас вот мы готовим семь передач, крупных передач для телевидения как раз в рамках проектов, которые уже закончились. Ну, а передачи сейчас будут, которые наши телезрители смогут посмотреть. Я еще раз говорю, что встреча на телевидении – это один из видов работы. Это необходимость общения с аудиторией, необходимость, в общем-то, предоставить ту информацию, без которой невозможно жить. Ну, и, конечно, не все получается так, как хотелось бы. Нужно много-много-много еще работать для того, чтобы люди понимали, что здоровье – это все-таки в основном удел каждого человека, и каждый человек должен заботиться прежде всего сам о нем. А медицинские работники как бы только помогают. Ответственный все-таки человек за свое здоровье. Конечно, конечно. Обычно мы привыкли думать, что все-таки врач должен отвечать за наше здоровье. Врач отвечает за здоровье только на 11% всего лишь. А в основном, вот я знаю таких людей, у которых нет, допустим, денег купить необходимые им препараты. Ну, например, снижающие артериальное давление. Но зато у них всегда находятся деньги, чтобы купить сигареты. И, в общем-то, вот эти такие моменты иногда поражают, когда люди очень много охотно, с другой стороны, принимают лекарства, особенно если их выдают бесплатно, и в то же время игнорируют элементарные правила, какие-то такие, что двигаться нужно, что нужно питаться разумно. Просто элементарные, то, что называется здоровым образом жизни, как неизбито звучит уже это понятие. Татьяна Петровна, давайте примем звонок. К нам дозвонился телезритель. Доброе утро. Доброе утро, любимая Рика. Во-первых, у вас 25-летие. Во-вторых, хочу поздравить Татьяну Петровну и себя лично с Татьяным днем. Вот тут правильно говорили, что Татьяны, они добрые, они радолюбивые. Любим животных. Последнюю все им отдаем. Я тоже бывший медик. Татьяна Петровна меня должна знать. С Мочаловской больницей с вашим мужем работала. Низкий вам поклон, здоровья всем, просветания. Всего-вторых, всего доброго. Мы вас любим. Спасибо большое за пожелания. Спасибо большое за пожелания. Мы тоже вас любим и тоже поздравляем с Татьяным днем. Татьяна Петровна, ну вот раз уж и заговорили о том, что вы любите животных, да, ухаживаете за ними. Может быть, расскажете об обществе Комкор? В общем-то, деятельность общества Комкор в основном направлена на то, чтобы воспитывать у населения, особенно у молодой его части, гуманное отношение к животным. И это как бы элемент воспитательной работы, которая необходима, потому что, как известно, ребенок формируется, его все хорошие или плохие качества формируются с самого-самого-самого начала его жизни. И если мы видим, что девочка ногой могла ударить котенка, то я не думаю, что эта девочка вырастет хорошей мамой, заботливым человеком, потому что жестокость, заложенная в человеке, ну, если это сделал там двухлетний ребенок, он не подумал. Но если это сделала десятилетняя девочка, это осознанный момент, когда человек показывает свое превосходство. И эта же девочка с таким же успехом завтра будет колотить ребенка, завтра же она поднимет руку там на какого-то человека беззащитного. И мы же видим, что дети очень жестоки, раньше такого не было, чтобы драки какие-то там, причем, ну, драки всю жизнь были, но не доходили до того, что могли там ножевые ранения носить. Все формируется с детства, еще раз повторю, и все мы видим. И потом любые факты издевательства над животными, они у одних людей, у детей вызывают ужас, и на всю жизнь остается какой-то такой след негативный. А у других понимание того, что так можно делать и так нужно делать. И при всем том, что, конечно, не могут люди все любить животных, но, по крайней мере, если вы их не любите, так вы их хотя бы не трогайте, если они вас не трогают. Татьяна Петровна, не стоит, наверное, забывать, что дети берут пример, наверное, со взрослых. Естественно. Да, или, может быть, неправильно донесли до них также в школах. Естественно. Если мама выносит в мороз котят на помойку, и ребенок это видит, то где, в общем-то, мы можем быть полностью уверены в том, что когда-то этот ребенок не вынесет своего ребенка. И мы видим брошенных детей, оставленных стариков. Отношение к животным – это прежде всего чувство ответственности. Вот хотя сказать, конечно, от них очень устаешь, когда их много. И это, в общем-то, проблема сейчас. Много молодежи. Меня радует, что сейчас очень много молодежи, особенно в сети, занимается. Много молодых людей, которые пытаются пристроить животных, помочь, прооперировать, что-то сделать. Это очень хорошо, потому что, когда мы начинали вот эту деятельность 10 лет тому назад, этого ничего не было. Мы были, так сказать, в общем-то, маленькой кучкой людей. Татьяна Петровна, вот вопрос по поводу бродячих собак. Сейчас он очень остро встал в нашем городе. Вот ваше мнение на это. Он у нас очень остро встает каждый год, потому что на это выделяются большие деньги. И, естественно, бродячие собаки по улицам бегать не должны. Но коли денег выделяется все больше, а собак становится все больше, если судить по отчетам, в которые я не очень верю, потому что зачастую не может быть просто такого количества отстрелянных собак, потому что нужно учесть реально существующих животных, а это никто не ведет. Я думаю, значит, эта методика неэффективна. Значит, нужно использовать те методики регулирования численности животных. И именно так должна звучать вот эта строка регулирования численности бездомных животных, а не отлов и уничтожение. То есть здесь никакой альтернативы отлов и уничтожение. Все. А регулирование предусматривает самые различные мероприятия, которые можно проводить. И вот сейчас много волонтеров, которые хотят это делать. И что странно, ведь это же хорошо, что есть вот такие молодые, позитивно настроенные люди на что-то доброе. Но почему-то поддержки они не находят. Татьяна Петровна, так сказать. Принансирования на это нет, ни на проекты, ни на что. Хотя работа в школах, которые мы проводили, она вот в рамках как раз проекта фонда первого президента лидера нации, она очень многое давала, потому что дети, они лучше воспринимают любую информацию и несут ее в семью. И уже ребенок маме говорит, что не нужно выбрасывать котенка там, потому что он что-то поцарапал. Ну, он котенок. Татьяна Петровна, так и не получилось наладить диалог с властями для того, чтобы они пошли навстречу вашим идеям? Вы знаете, очень сложно идти, ну, я надеюсь, что что-то изменится, просто мы сейчас еще очередной этап. Очень много в этом вопросе каких-то таких скрытых, непонятных вещей. И я думаю, что нужно разбираться с этим. Но тем не менее, вы открыты к диалогу, вы готовы предложить свои методики? У нас есть предложение, мы уже об этом неоднократно говорили. Сейчас поддерживает нас вот группа энтузиастов, так сказать, они не оформлены в какую-то организацию, но, однако, это инициативная группа и довольно большая. И я думаю, что мы вернемся к этой теме. И все-таки отстрел на глазах у детей. Отстрел, когда просто специально приезжают и выманивают их для выполнения плана. Вот эти постоянно в конце года появляющиеся материалы, что там где-то бегают собаки, ну, явно заказные, потому что это всегда появляется перед тем, как формируется бюджет. Вот это явно уже. На протяжении нескольких лет тенденция тоже прослеживается. В одно и то же время я могу взять все газеты и посмотреть, какие бешеные деньги тратятся на то, чтобы уничтожить животное. Почему во всем мире стараются поддержать, а мы, я считаю, что это позор для нашего города, который мы все любим, и мы все хотим, чтобы все-таки всем было комфортно. И тем людям, которые, конечно, не любят животных, чтобы они им не мешали, но и тем людям, которые любят животных, не нужно в ответ на то, что кто-то, там, бабушка какая-то кормит, за это взять этих котят у нее на глазах сжечь, или там оторвать им голову хоть при праздничный день, но, однако, это так. У нас это происходит, и, к сожалению... Татьяна Петровна, времени остается совсем мало, и в завершение нашей беседы хотелось бы у вас узнать секрет деловой Татьяны. Как вы все успеваете? Ваш секрет? Ну, наверное, это привычка работать, наверное, какое-то чувство ответственности, которое было выработано родителями, мамой моей, которая была врачом и говорила, что самое главное – быть профессионалом и делать все хорошо. Если ты делаешь плохо, то лучше вообще этим не заниматься. Поэтому, по мере своих возможностей, я стараюсь помогать сейчас тем, кому это необходимо. Я не хочу сказать, что это всегда все получается, но, по крайней мере, мы стремимся. И самое главное – хотелось бы, чтобы молодежь наша все-таки была более профессиональной во всех отношениях и более ответственна за все то, что она делает. Тогда бы нам легче было жить людям уже более старшего поколения, и Татьяна, и не Татьяна. Татьяна Петровна, мы безгранично вам благодарны от лица команды программы «Твое утро». Позвольте вручить вам небольшой комплимент. Спасибо. Спасибо, что не обходите вниманием ни одну нашу программу, являетесь экспертом в разных областях, не только на нашем канале, но и во всех СМИ нашей республики и города. Спасибо. Мне приятно, что именно вы, дама, которая носит имя Татьяна, всегда болеет за свои идеи, несет их в массы и заряжает, скажем так, энтузиастов своими идеями. Спасибо. Спасибо большое. Вам тоже всего доброго, главное – здоровья. Спасибо огромное. Ну, а мы продолжаем утреннюю программу. Сейчас небольшой рекламный блок, информационный блок, после которого мы уже встретимся. Не переключайте.